Удобство прохождения технического осмотра круглый год стало доступным всего лишь несколько лет назад. И краткий экскурс в историю. Лет так на 10. Сотни метров очередей. Три пункта осмотра. Тихий мат весной и осенью. Романтика совковых лет. Сейчас все гораздо удобнее, проще и цивилизованней, и правильней. 1 марта 2006 года вступили изменения в ГОС 51709 от 2001 года. Данные изменения коснулись проверки технического состояния транспортного средства. Значит, сейчас у нас, если раньше допускалась установка, допустим, на передней оси шипованных колес, задняя могла быть не шипованная, то сейчас, если установлены шипованные колеса на транспортном средстве, они должны быть установлены на всех четырех колесах. Также коснулись изменения тормозной системы. Сейчас увеличен немножко тормозной путь для легковых автомобилей. Если раньше был 14,7, то сейчас 15,8 стал при проверке в дорожных условиях. Значит, также изменились требования к огнетушителям. Если раньше было указано, что в автомобиле должен находиться просто огнетушитель, то сейчас огнетушитель должен быть не менее двух литров. Либо это хладоновый должен быть, либо порошковый. Другие огнетушители оборудованы другими огнетушителями не допускаются. То, что касается третьего стоп-сигнала, то это допускается установка третьего дополнительного сигнала, но это не обязательное требование. Также изменились требования у нас к световым приборам. Если раньше можно было, допустим, пройти технический осмотр с треснутым стеклом на фаре, то сейчас уже этого сделать будет невозможно. И большие изменения коснулись автомобилей с правым рулем. Значит, если раньше было разрешено перестраивать оптику, наносить какие-то пленки на отражатели, чтобы изменить направление потока света, то сейчас либо это полная перестройка фары, которая должна соответствовать требованию данного ГОСТа, либо замена фар на европейские. Другого варианта по замене и по прохождению техосмотра по правой руке машины, вот то, что касается света, сейчас в настоящее время нет. Изменилось у нас требование к ободам и дискам колес. Значит, если раньше допускалось сварить, и если имелся шов сварной, то диск мог эксплуатироваться. То сейчас даже видимых следов сварки на дисках не должно находиться. Вообще ни в коем случае. Также запрещено устанавливать теперь на одну ось камерную, бескамерную резину, радиальную, диагональную, то есть восстановленную и невосстановленную. Это все запрещено. Должны быть, и даже если новая резина одного и того же рисунка протектора, но у них разный износ, транспортное средство будет признаваться технически неисправным. То есть, если на одном колесе рисунок протектора одной величины, то и на другом колесе должен быть также одной и той же величины. Не допускаются, значит, разрывы лонжеронов, коррозия лонжеронов и стоек. Это у нас не допускается, так как это все угрожает безопасности дорожного движения. И от лица автостопа. Эти нововведения призваны не ужесточить процедуру прохождения технического осмотра. Наведение порядка – главная цель. Снимать шипованную резину в магнитке мы рекомендуем к первому мая. А включать голову всегда. А это эксклюзив от нашей программы. Как говорится, без купюр и комментариев. Макс, я это снял. А вот теперь комментарии. Вот так, нежданно, негаданно, вы стали свидетелем того, что не всегда надо выключать камеру, но всегда надо включать голову. А в последние рекомендации работников ГАИ – включать свет. В преддверии весенних каникул школьных ГИБДД проводит акцию «Уступи дорогу детям», которая проходит с 20 марта по 2 апреля в целях предупреждения детско-дорожно-транспортного травматизма. Во время проведения этого мероприятия мы на самом деле просим всех водителей включить свет ближних фар. То есть сотрудники ДПС будут более благосклонны к тем водителям, которые включают ближний свет фар. Это, наверное, связано с тем, что движение в магнитогорске не отличается особым качеством, скажем так. Ну и с точки зрения безопасности самих автомобилистов, с моей точки зрения, все-таки ближний свет фар наиболее безопасен. Да, безусловно, конечно, ближний свет фар привлекает больше внимания. Да и я думаю, что и дети, в принципе, будут лучше реагировать на автомобили с включенным светом фар. Поэтому все-таки мы обращаемся, чтобы большее количество водителей включали ближний свет фар. Продолжение следует...